Я защитила диплом, работаю в РИА-клинике. Значит, что я хотела бы сказать. Здесь, в Германии, из одной семьи, нас работают 8 врачей из одной семьи. И трое из них, которые получили высшее медицинское образование в Германии. Дочь у меня закончила мединститут в Берлине и работает врачом-стоматологом. Сестра, муж, ее муж, ее дети. В общем, из одной семьи 8 врачей. К чему я это говорю? Что, значит, в компании мы, вернее я, с 2019 года продукт однозначно нам всем нравится. Мы его очень с уважением, с очень, так сказать, пониманием приняли. Потому что видим, что он помогает. В первую очередь, что бы я хотела сказать. Что понравилось мне, в первую очередь, как врачу в этом продукте. Во-первых, очень уникальный, очень удобный метод приема. Вот это очень удобно. Значит, сублингвально, то есть под язык. И через слизистую это попадает в кровь. Это очень удобно и хорошо. Второе. Значит, ну, потом я зачем? Я пришла на продукт и до сих пор я только работаю с продуктом. Потому что у меня нет времени на бизнес. И эту часть этой компании я практически не знаю, можно сказать. Но я думаю, что у меня будет время и этим заняться. Поэтому, значит, второе, что мне понравилось. Технология. Значит, я задумалась о том, что, ну, хорошо, попадает это в кровь. Но что попадает и как попадает в это все-таки? Что это такое? Потом я узнала, что это, значит, технология, очень высокая квалификация, была разработана группой итальянских ученых. В течение 25 лет работали они над этой технологией, чтобы выделить из всех вот этих растительных, природных компонентов вот эти все комплексы витаминов, аминокислот, всех нужных вот этих веществ, которые нужны для питания клеток. Они, значит, разработали такую технологию, что из этих всех питательных веществ они выделили вот это на таком вот эти… Ну, он был сам биофизик, и он разработал эту технологию, которая была одобрена всеми учеными, ведущими учеными этого мира, этой земли даже, можно сказать. И поэтому она была принята и имеет свой сертификат и все такое. Вот это, значит, технология очень интересная. Значит, они делают вытяжку из этих всех природных веществ, вот этих всех полезных элементов, которые нужны для питания клетки. И потом их, как бы, кристаллизуют под минус 190 градусов, потом аккумулируют, то есть заряжают отрицательным зарядом, где щелочная среда. И это потом помещают в эту карамельную массу. Теперь у меня был другой вопрос. Я просто вам рассказываю, как я подходила к продукту. И, значит, думаю, ну, это хорошо, а все-таки что за продукт? Откуда этот продукт идет для образования этого всего? Значит, я узнала, что это поступление этого продукта приходит, значит, на завод через… Израиль подставляет. И вот эта фирма Бара, которая собирает эти все растения по всему земному шару, где есть экологически чистые участки на этой земле, они это все собирают и доставляют. И потом вот эта наша компания их, значит, у них закупает. А фирма – это очень серьезная, очень солидная продукция. Продукция у них известна по всему миру, и они тоже очень… качественная продукция у них. И вот эти все, ну, как сказать, пазлы по продукту у меня совпали. Вот это все меня устраивало. И, в общем, вот это мне хватило, чтобы попробовать. И когда я попробовала, помогает, потом я начала своей семье это давать, потом, ну, с другим родственником. И вот это все, и мне, знаете, звонит очень много людей. Я общаюсь вот именно по продукту, или консультации нужны, или по болезни что-то нужно. И вижу, что у людей тоже есть результаты. Это для нас не секрет, да? Теперь, смотрите, вот, знаете, значит, здесь стоит большого уважения вот этот продукт. Почему? Здесь объединяются два направления. Высокие технологии и дары природы. Поймайте, мы сами, это понятно, что природа у нас совершенно, у нее есть все необходимое для оздоровления организма. И, естественно, вот эта компания использует вот эти растительные, питательные продукции для изготовления этих дрожжей. Вот, ну, вот самое теперь, что я хочу, чтобы вы поняли, да? Вот я вижу, что не все правильно подходят к этому вопросу. Может быть, я это так вижу, не знаю я. В общем, основные цели в продуктах питания АПЛ. Давайте разберем. Основные цели какие у этого продукта? Это клеточная активация, то есть клетка, которая пыталась работать, когда она получает свое питание, она начинает снова функционировать и восстанавливается. Вот это основная функция, да? Ну, не менее важная функция дезинтоксикация, дезинтоксикация, то есть очищение. И третье, три цели у этого продукта, значит, клеточная активация, дезинтоксикация и коррекция иммунной системы. То есть, чтобы, ну, заработала, как у нас на генном уровне заложена, иммунная система, чтобы нас защищала, да, от всего. А теперь эта клеточная активация понятна всем. Она, об этом говорится много, и все это, я надеюсь, знают. Теперь, посмотрите, вот эта дезинтоксикация как происходит. Вот об этом очень мало говорится. А это не менее важная функция этого продукта. Почему? Потому что недостаточно построить дом и завести туда канализацию, ой, водопровод. Нужно сделать и канализацию, чтобы эта вода отходила. Вот если не будет этой канализации, которая будет убирать эту грязь, то этот дом не будет уютный, не будет, ну, это ненормально, да? И вот точно так же работает и наш организм, так же. И вот эту, вот эта канализация, вот эту дезинтоксикацию проводит у нас лимфосистема. Вот о ней я буду сегодня говорить. Сейчас, минутку. В чем дело? Что там в своей схватке? Нормально? Сейчас, Люба, секунду, подождите. Так, пока Салихат налаживает, просьба ко всем участникам. Отключайте сразу микрофоны в вашей видеоконференц-комнате, чтобы они не мешали говорящему и слушающему. Спасибо. 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 Уважаемые участники, Уважаемые слушатели. Количество находящихся сейчас в видеоконференции слушателей достигло 70 человек. Сейчас по какой-то причине чуть-чуть снизилось. Поэтому нас много здесь. Уважаемые друг друга. И выключайте микрофоны, да? Все. Люба наладила вроде бы. Значит, мы сегодня будем говорить о лимфосистеме, да, которая выполняет в нашем организме дренажную, ну, как бы очищающую функцию. В организме у нас пять дренажных систем. Это кишечник, печень, почки, лимфа и кожа. Значит, все они очень важны. Ну, вот теперь мало кто знает, что делает лимфа у нас в коже. В организме. Значит, лимфа, она находится, вот здесь видно. Значит, лимфа у нас проходит между кровеносными сосудами. Параллельно кровеносным сосудам проходят лимфатические сосуды. То есть лимфа, она собирает вот эту межклеточную грязь, вот эту всю, которая лежит между этими сосудами, между этими тканями. Вот эту всю, весь этот мусор, она бы как бы, она жидкая, прозрачная такая, немножко вязкая, да, она не имеет цвета. И вот она, значит, постепенно очищает вот это все, собирает и поднимает вверх. Сосуды лимфатические всегда идут снизу вверх. Но у них, у лимфососудов нету, как у кровеносных сосудов, насоса, который качает эту лимфу, которая помогает ей двигаться. У нее есть только вот эти клапаны. Только она, вот эти капилляры лимфатические собрались в какой-то сосуд, они, значит, имеют клапаны, они тут же захлопываются, чтобы не дать этой лимфе идти обратно. Потом эту лимфу, она поднимается дальше вверх, и тут же там уже другие, другая грязь повыше, она ее тоже собирает все это, и опять какой-то сосуд, она поднялась, и заклопывается клапан, и опять она идет наверх. И вот, значит, она доходит до первой своей таможни. Лимфоузел – это таможня лимфосистемы. Почему? Потому что здесь происходит... Лимфоузел, хотела бы. Здесь, значит, вот в этом лимфоузле происходит, уничтожается вот эта вся, все вирусы, бактерии, все это там находится. Если мы на разрезе посмотрим этот лимфоузел, там такие ядра есть в этом лимфоузле, да, где вырабатываются вот эти клетки, которые уничтожают, которые губительно действуют на эти все бактерии, вирусы и все, что не нужно нашему организму, да, это макрофаги. Они быстро это все уничтожают, и более-менее очищенная лимфа, она идет дальше. И вот туда, в лимфоузел попало 10-20 протоков, а из лимфоузла выходит только один. И опять, уже выше, она поднимает эту, собирает эту грязь в эти протоки лимфатические и проходит дальше. И здесь у нас вторая таможня – паховые лимфоузлы. И здесь тоже происходит, значит, вот это все очищение, и дальше идет это основной 60% лимфатических узлов, которые очищают лимфу, да, эти лимфоузлы очищают. Лимфа только, вот эти сосуды, они только собирают эту грязь, а лимфоузла это уничтожается. И уже здесь в кишечнике, возле, ну, на кишечнике и в брюшной полости 60% всех этих лимфоузлов находится в кишечнике, в брюшной полости, скажем. И вот насосом бы, как бы, этой лимфосистемы является диафрагма. Вот это диафрагмальное дыхание очень важно для лимфы. Это тоже, потом я позже скажу, нужно делать. И потом, значит, это дальше она идет, у нас уже подмышечные лимфоузлы, подмышками, значит, и здесь тоже это все. И потом это идет дальше, подчелюстные, шейные, ушные лимфоузлы. И потом, сейчас я покажу, вот здесь. Потом, значит, вот это в головном мозгу у нас нет лимфатических сосудов. Там есть лимфатические озера. И вот эти из головного мозга, эта лимфа просто стекает в шейные лимфатические протоки. И потом это все объединяется в большой грудной проток, который впадает в яремную вену. И вот отсюда начинается уже другая система, кровеносная, сердечно-сосудистая система. Это уже другая система. Теперь вот эта лимфа-система, она, значит, ее задача очистить наш организм от этой всей грязи. Но что нужно, чтобы помочь этой лимфатической системе, чтобы эта лимфа двигалась? Лимфа движется только из-за того, что движутся мышцы. Если мышцы не двигаются, если мы как бы хорошо не питались, если мы не двигаемся, то, естественно, эта лимфа тоже не будет двигаться. Поэтому движение обязательно важно. И очень важно, девочки, очень важно, мало кто об этом говорит, пить воду. Для чего? Вот именно для работы лимфа-системы тоже. Потому что лимфа не такая вязкая тогда. Когда вода достаточно в межклеточном пространстве, она лимфа-система, ну, лимфа-жидкая. И она легче поднимается. И это очень важно, пить жидкость нормально. Жидкость нужно пить по такой схеме. Значит, на килограмм веса 30 миллилитров и плюс 20 процентов. Например, у меня 80 килограмм, да? 80 умножаем на 30, это 2 400. И плюс 20 процентов, это 480. Это почти 3 литра. Значит, чистая вода, не кипяченая, не соки, не другие жидкости, а именно вода с формулой H2O, очень важна. Это очень важный момент именно для очистки организма, вот пить эту воду. Это всегда нужно говорить, всегда нужно говорить, что нужно при приеме этого продукта пить воду обязательно. Лимфатическую систему называют старшей сестрой, старшей сестрой сердечно-сосудистой системы. То есть, чем лучше кровь, лимфа очищает наш организм, тем она помогает кровеносной системе. Значит, меньше вот этих всех токсинов попадает в кровь. А кровь уже разносит вот это все по органам, да? И теперь, если в кровь лимфа очистила, в кровь попала чистая лимфа, то, естественно, это помогает и печени, и почкам. Понимаете? А чтобы лимфа работала, значит, нужны, что движение, достаточное количество воды, и происходит очень многих заболеваний, бывает застой лимфы. Вот, и убирать эти застой нужно. Вот, я обязательно скину гормональный массаж для лимфосистемы в Любе, потом пусть каждый возьмет. Это занимает ровно 5 минут, но его, если делать, вы будете очень помогать лимфосистеме. И вот я уверяю вас, она вас отблагодарит. Она очень будет благодарна, если вы ей будете этим помогать. Здесь, понимаете, в организме существуют законы, какие-то свои законы. Их в мединституте мы учили. Закон Шерингтона – это все или ничего. То есть, казалось бы, у нее там свои протоки, чем она может повлиять на кровь, на печень или что-то. Она свою функцию делает. Нет, если лимфа не работает, не работает, это нагрузка на сердечно-сосудистую, это нагрузка на почки, это нагрузка на печень и все остальное дальше. То есть, теряется, нарушается PH крови. Это среда, в которой находятся наши все ткани. В норме вот этот PH, это, как бы сказать, среда, в которой организм находится, все среды, и кровеносная, и вот эта лимфатическая, все среды должны иметь один PH. Норма его 7,36 и 7,4. Вот это норма до четырех. Если идет меньше, то это идет в желчную среду, тоже, которая плохо. Если это идет больше, то это кислая среда, и, в общем, вот это очень важно. И вот тогда вот эти системы все, они помогают друг другу. Они должны работать вместе, у них должно быть согласие между собой. То есть, не бывает, чтобы одна система плохо работала, а другая хорошо. Вот плохая работа этой системы влияет на работу остальных. Значит, это вот такой закон организма. Значит, еще второй закон. Значит, первый закон, это я сказала, закон Шерингтона, все или ничего. Второй, каждому свое. Третье, это каждому свое время. Поэтому вот это каждому свое время. Для чего, знаете, вот эти биологические часы наши, которые организм работает, вот эти биологические часы, Люба их несколько раз выставляла в чат. Вот это нужно знать каждому партнеру. Нужно каждому партнеру знать, что лимфосистему надо двигать. А для того, чтобы ее двигать, должны сами двигаться. Не будет так, что лимфа будет вылежать, а лимфа будет все за вас очищать. Это как в доме. Если ты сделаешь, если ты встанешь, сделаешь, это будет чисто. Не сделаешь, если даже ты ничего не будешь, то это будет в пыли, в паутине и, ну, в неприглядном виде, да? И поэтому обязательно нужно говорить всем партнерам, что нужно принимать воду, значит, стакан, минимум стакан, это 250 грамм, до приема дрожжей и стакан после того, как вы рассосали, обязательно нужно делать вот этот гормональный массаж, обязательно нужно двигаться. И вот это тогда поможет усвоению нашего продукта лучше. Вот. И поэтому вот это все нужно знать. И знаете, вот если мы взяли на себя такую миссию говорить о здоровье, то нужно развиваться немножко. Нужна вот эта книга, к сожалению, у меня камера не работает. Я вот, вот эта, Маковская книга. Вот я тысячу книг, наверное, о здоровье прочитала, и если не больше. Но, тем не менее, эту книгу я читаю каждый день. У меня здесь все подчеркнуто, все в закладках, все, вот это я изучаю. Потому что, ну, мы не изучали фитотерапию, как эти растения, что они имеют, какие составы, что на что влияет. Это мы все же, ну, это нужно знать. Поэтому эту книгу нужно каждому партнеру, который заходит в эту компанию, иметь. Это должна быть настольная книга. Обязательно, параллельно с тем, что вы говорите о продукте, что это клеточное питание, что это в то же время нужно не забывать, если мы что-то вводим, должен быть и выход. То есть, вот это очищение тоже должно быть. Вот эти все паразиты, все вирусы, все это у нас есть отличнейший продукт, мы есть, да, который парализует этих всех этих микроорганизмов, эти вредные. Но в то же время их же надо выводить из организма. В организме нету такого места, где мы их можем закопать, и они там будут себе или гнить, или что-то делать. Этого нету, этого места. Поэтому вот через эти пять дренажных систем это должно выводиться. Понимаете, вот что происходит, когда вот эта кровь, не кровь, а лимфа попадает в лимфатический сосуд, то лимфатический узел, лимфатический узел, вернее, он не пропускает эту грязь дальше. Он ее, значит, я сказала, эти макрофаги уничтожают ее, да. Но если она настолько загрязнена, эта лимфа, и этот лимфоузел не справился, он выбрасывает вот эту грязь в слизистую. Лимфоузел способен выбросить это все только, он не позволяет подняться дальше, он только ее выбрасывает в слизистую, где находится этот лимфоузел. Например, под коленом. Если не справилась лимфа, то она, значит, пошла у нас сюда, в этот сустав, в эта грязная лимфа. И тут происходит воспаление сухожилий, мышц, жидкости, которая между суставами. Если она не справилась в паховой области, опять выброс этой грязи в слизистую. То есть отсюда все заболевания, женские, мужские, мочеполовых органов, да. Вот это все гной этот выходит. Это все неочищенная лимфа. Это все, если бы мы помогали бы ей, может быть, этих выбросов не было. Не было бы этих воспалительных процентов. Меньше было бы. И точно так же в кишечнике. Если она не справляется, эти лимфоузлы, то весь мусор идет в кишечник. И, в общем, вот так. И уже я обязательно, вот я, значит, рассказала вам, что это все впало в еремную вену, да, и отсюда начинается другая система лимфатическая, сердечно-сосудистая. И вот об этом обязательно мы тоже поговорим. Только на следующем занятии. Я не хочу сейчас все это, одну эту. Я просто девочкам обещала, что посистемно мы разберем, чтобы было у вас понятие, как работает наш организм. Вот это более, сердечно-сосудистая система более интересная. Она разноцветная. Там уже и синяя, и красная кровь. Она, ну, младшая сестра. А лимфа-система, это, ну, очень важная. Очень важно. Поэтому ее называют и старшей сестрой крови. Поэтому лимфе нужно относиться очень уважительно, очень обязательно, с уважением. Потому что даже массаж нельзя на лимфосистему делать грубо. Нужно только вот такие поглаживающие движения, но обязательно снизу вверх. Снизу вверх. Если мы так делаем, то мы этой лимфе помогаем. Но это надо делать, девочки. Это обязательно надо говорить и обязательно делать эти массажи, движения. Это все очень важно. Но лимфа выполняет еще вот что важно. Вот в этих лимфоузлах находятся, значит, я сказала, ядра, да? Такие ядра, которые вырабатывают макрофаги, лимфоциты группы Т и группы Б. Вот эти лимфоциты, которые вырабатываются в лимфоузлах, это лимфоциты Т. Это клетки иммунной системы, понимаете? У нас есть такая железа, которая вырабатывает, которая находится между ключицами, вот здесь. Это, которая вырабатывает иммунные клетки, да? Но вот эти лимфоузлы имеют немаловажную, очень важную функцию именно в защите организма от всего. То есть иммунные клетки она вырабатывает. Но для того, чтобы этот лимфоузел давал эти клетки в кровь, он должен снабжаться кровоток, прилив и отлив крови, венозной и капиллярной крови, и артериальной крови на этот лимфоузел должен быть обильным и свободным. А если там идет застой, если там жир, если мы не двигаемся, то, естественно, вот эти иммунные клетки, они не попадают в кровь. И если их крови нету, то и нету, и ослаблена иммунная система. Вот видите, как все взаимосвязано. Если в кровь попадают плохие, плохая вот эта грязь, то это нагрузка на печень, на почки. Если недостаточно кровоснабжается, то недостаточно, то у нас низкий иммунитет. Потому что в этих лимфоузлах образуются вот эти лимфоциты Т, которые поднимают наш иммунитет, которые борются с этими всеми инфекциями, которые влияют на иммунную систему. Если у нас хорошо функционируют все системы, то я вас уверяю, никакие болезни, никакие лекарства нам не нужны. Не будут никаких болезней, лекарства не нужны будут. Но для этого нужно помогать своему организму. Вот это очень важно. Поэтому нужно говорить людям, которые идут в компанию, что продукт отличный, но обязательно, чтобы он работал хорошо. Понимаете, мы питаем. Мы питаем свой организм усиленно, причем. Мы сразу внутривенно ввозим все витамины, все аминокислоты, все. И, естественно, клетки довольны, они получили питание. Но они же живые. Они, естественно, так же, как и питание, если они хотят питание, они выбрасывают и отходы. А вот эти отходы все идут в лимфу. И поэтому эту лимфу нужно беречь, чистить, двигать. Для этого немножко нужно иметь какое-то представление об этом всем, чтобы помогать этой лимфе. Ну, естественно, я могу говорить об этом очень много и долго, но я думаю, что это не столь сейчас важно, а важно то, что лимфосистема должна работать. А для этого она должна, значит, не иметь застои. Лимфостаз называется, когда лимфа застаивается. На это влияет, знаете, что? Чтобы лимфа двигалась, лимфа очищалась. Вот этот корень солодки и антишок, артишок. Вот эти... В смысле, вот это, что помогает лимфе, это содержится в этих продуктах, это продукты. Корень солодки, артишок, он очищает лимфу. А это у нас содержится в МЭЛС и в ХПР. Вот, значит, обязательно утром, вместе с Альтом нужно пить МЭЛС, для того, чтобы лимфа очищалась, чтобы она лучше двигалась, чтобы эти все, вот эти... Чтобы она лучше двигалась в лимфу. Нужен МЭЛС тоже, значит, чтобы повысить иммунитет. Стоп обязательно. Нужно утром тоже стоп применять, девочки. Почему? Потому что стоп, он расширяет кровеносные сосуды, значит, доступ к этим лимфоузлам у крови больше будет. Они будут лучше омываться кровью. Значит, стоп, он расширяет лимфатические сосуды, кровеносные сосуды. Вот, и поэтому, естественно, с кровью должно поступить в этот лимфоузел. В каждый орган должен поступить комплекс витаминов, которые нужны, да? Это у нас вот этот весь комплекс для хорошей игрой есть, и в ЖТС. В ЖТС очень хороший комплекс, который хорошо влияет на выработку и работы иммунной системы. Значит, обязательно ЖТС принимать. Передозировки не будет, девочки. Передозировки не может быть. Главное, чтобы это попало туда, с кровью. А чтобы это попало туда, куда это надо, нужно чистить лимфу, нужно двигаться для этого, нужно делать небольшой легкий массаж каждый день. Это обязательно. Значит, обязательно норм. Норм хорошо для иммунной системы, для всей гормональной системы, да, норм. Значит, вот я бы отметила бы эти препараты МЕЛС, АЛЬТ, ХПР, СТОП, ГРОЙ, ЖТС и Норм. Вот именно для работы и для работы по очищению организма, по очищению этой канализации, по очищению и, как сказать это, ну, по питанию, по питанию клетки. Значит, здесь мы выполняем, и, значит, мы делаем и дезинтоксикацию, мы делаем и активируем клетки. Вот. Вот это уже... Хорошо. Мы помогаем этим... Вот, и, ну, естественно, вот эти все три функции, которые должна выполнять эта продукция, то есть дезинтоксикация, клеточная активация и коррекция иммунной системы. Все это будет работать взаимосвязано и хорошо. Вот. Поэтому, девочки, вот это очень важно, значит, очищать эту лимфу. Тогда, если лимфа будет работать, будут работать и другие органы. Так не будет, не бывает. Запомните, что мы будем питаться, и организм будет здоров. Если мы не будем двигаться, если мы не будем пить воду, все это бесполезно. Я вам серьезно говорю. Потому что мало накормить, мало нужно и очистить. А для этого нужна вода, и нужно, чтобы лимфа работала. Знаете, есть такие врачи сейчас специально, которые проводят лечение всех болезней, только водой. Это называется гидротерапия. Есть врачи просто, которые проводят лечение очисткой лимфы. Они именно помогают вылечить болезнь. Эти лимфологи называются они, эти врачи. Вот эти лимфологи, они делают вот это застой лимфы, они убирают и заставляют лимфу массажами, всякими упражнениями, заставляют ее двигаться нормально. И вот эти все застои, они убирают, и организм начинает нормально функционировать. И вот если мы будем сочетать вот эти все три направления, то есть питать, с шикарным продуктом, который за нас все сделал, понимаете, нагрузка на печень, на поджелудочную железу, на двенадцатиперстную кишку, на все мы уменьшаем, понимаете, когда мы получаем сразу этот продукт внутривенно, то нашему организму мы как бы помогаем, легче ему, сразу в кровь и в клетку, да, и не нужно организму работать, чтобы это расщепить, чтобы это, все это превратить, вот это все, что нужно в клетке. И уже это сделано, но для этого, значит, если вы будете еще говорить, что нужно пить воду, и нужно двигаться, и делать вот этот массаж гормональный, то эффект действия нашего продукта будет в разы больше, и намного заметнее. Вот это надо говорить, и нужно знать. Поэтому вот просто я хотела, чтобы у вас было, как сказать, ну, понятие о том, что как работает вообще организм. Организм не работает отдельно. Одна система отдельно другая система. Если поражена одна система, то значит, где-то страдает еще одна. В общем, все это взаимосвязано. И вот эти все системы, все системы, если они работают хорошо, то вот эта нейтральная среда в организме, вот этот PH, держится в норме. А он, вот этот, обязательно, это необходимое, что нужно для работы всего организма, чтобы среда была нейтральная, нейтральная, чтобы вот этот PH крови, которые, ну, врачи знают, что это, и, в общем, чтобы он был нормальный, что для этого нужно, чтобы все это работало взаимосвязано. Вот. Так что, Люба, мы обязательно сделаем еще встречу, просто сегодня воскресенье, я не буду у вас много времени занимать, но я вам сказала, кто меня услышал, очень важные вещи, очень нужные вещи, о том, что вместе с тем, питать, как клетку, нужно думать и о том, как чистить это все. Точно так же, как в доме. Нужно это чистить обязательно. Мы обязательно найдем время, и желательно не воскресенье для меня, поговорим о кровеносной системе. Это более, ну, больше функцию этой системы, более интересная. И вот так потихоньку будем это разбирать. Теперь, конечно, я не могу не сказать о пандемии, о коронавирусе. Вот, вы знаете, мы, врачебная семья, да, и мы были не раз в таких очагах, когда была опасность вспышки эпидемии. Вот такие эпидемии, вспышки у нас были. Вот во время войны, вот как-то с этим мы сталкивались. Но у нас, понимаете, вот на врачей была возложена такая ответственность, и на нас смотрели, вот как на Бога. В общем, если сейчас это не остановить, то вообще народ может погибнуть совершенно по другой причине, да, это, ну, тут уже врач должен действовать жестко и принимать очень жесткие меры. И мы, и вот нам говорили, вот только скажите, что делать, и мы сделаем все, вот эти власти, да, вот, где мы жили. И мы вот в буквальном смысле во время войны выделяли человека с автоматом, представляем, представляем, как бы к этой семье его вставили. Они, они вот эти власти, они делали все, что мы скажем. Вакцинировать, значит, вакцинировать, изолировать, изолировать. Вот они это в буквальном смысле выполняли, вот, как солдаты, можно сказать. Вот, и поэтому мы чувствовали вот эту ответственность. Если мы сейчас позволим это распространиться, то потом обвинят, и это, ну, неприятно, конечно, вот это все. Если ты чувствуешь, что это ты мог остановить и не сделал. Вот я вам честно говорю, в буквальном смысле, вот, к этому, к этой семье человека с автоматом ставили, чтобы никуда не было никаких контактов. потом все это дезинфицировали, независимо от того, согласные, несогласные люди, весь дом производили дезинфекцию, очень жестокую. И поэтому вот эти вспышки, они не получали дальнейшего роста. Это сейчас, девочки, говорить мне кажется, абсолютно неуместно. Это сейчас пандемию объявляют не каждый год, не каждый 10 лет, не каждый 20 лет. Последняя пандемия была в 1918 году. Это был испанский грипп, который унес 20 миллионов жизней, и который был распространен по всему миру. И вот тогда Международная Организация Здравоохранения объявила пандемию. Это было последний раз в 1918 году. Это прошло почти 100 лет. Если это объявили, это значит серьезно. С какой целью этот вирус попал в наш мир, мы не знаем. Есть разные версии, но одно очень хорошо понятно, что он вышел из-под контроля. Может, кто-то хотел этим и регулировать, но сейчас это не знает никто, что из этого получится, из этого вируса, потому что коронавирус действительно он известен более 30 лет, но этот вирус, он изменился, в общем, так скажем. И в общем, теперь как с ним бороться, никто и не знает. Вот эта школа вирусология, которая занимается вот этими всеми микробами, всеми этими инфекциями, да, это вирусология, вирусология в России, по крайней мере, в Советском Союзе, вот эта школа была очень сильная. И вот остались эти специалисты до сих пор, да, вот, раньше были. И вот мы были очень удивлены, когда он выступал, я забыла его фамилию, но это был главный вирусолог России. Он говорит, вы знаете, Гарри, мы, знания, которые у нас есть в этой области, только от пяти до одиннадцати, максимум одиннадцать процентов, все, что мы можем знать, остальное все неконтролируемо, все это неизвестно, что будет. Но теперь все вот в наших руках. Я вот так, как я может быть посчитала бы, что это нормальная власть нашей страны, в смысле Германии реагирует на это все. Но я была в этих ситуациях, я считаю, слишком действия сейчас проводятся. Это нужно более жестко, более конкретно все изолировать, все как-то ставить. Только тогда мы можем остановить это. Потому что сейчас есть люди, которые заразились второй раз. Есть очень много предсказаний, как бы, как он себя поведет, а точно никто и не знает, как он себя поведет. Поэтому очень важно поддерживать свою иммунную систему. Для этого обязательно иметь понятие. Все равно нужно, как работает эта иммунная система. Это очень интересно. Вот для меня это... Я бы об этом говорила, бы говорила, но я просто боюсь, что вам это будет не совсем интересно и понятно, но это надо знать. Мы на себя взяли немалую функцию. Поверьте, это очень ответственная функция говорить о здоровье. Вообще миссия эта. Поэтому, девочки, нужно читать, нужно развиваться, нужно это все знать. Вот. Поэтому моя вот просьба, или как сказать, это беречь себя, свою семью, и каждый, кто это будет делать ответственно и правильно, будет каждый бороться именно вот это важно, чтобы понимали, не ходить, изолироваться, не иметь никаких контактов. Вот Израиль, я считаю, это на правильном пути, а Италия, она упустила момент, поэтому там очень большая смертность идет сейчас. Германия не принимает достаточных мер пока. Это тоже время может быть упущено. Поэтому берегите себя, своих близких, дезинфекция, правильное питание, наши дрожжи очень хорошо помогут. Я не думаю, что кто принимает правильно дрожжи, заболеет этим вирусом. Вот так, мне так, уверена почти в этом, ну дай Бог. Люб, что будем делать? Так, Салихват, безусловно, я считаю, что это очень ударная, мощная такая твоя лекция. Я думаю, что многим понятно, и несмотря на то, что у нас идет туда-сюда плюс-минус движение, у нас остается примерно 70 аккаунтов твоей лекции. Это очень сильно, мощно. Но у людей есть несколько вопросов. Люба, знаешь, вот мне сейчас вопросы, вот это я тоже хотела вам сказать всем, потому что у меня действительно много контактов, много звонков. Я даже сейчас, имея возможность, извиняюсь перед людьми, которым я, может быть, я недостаточно оказала внимания, меня, но я люблю ко всему логический подход и хочу, чтобы у всех кто работает в нашей компании был этот логический подход. То есть все, что я делаю, я стараюсь сделать хорошо. Если это не получается, то я лучше это не буду делать. Но теперь я что хотела сказать? Я вижу, что в этом необходимость есть, и я очень рада помочь, и поэтому давайте конкретно договоримся. Вторник, вторник, каждый вторник с 8 до 10 я буду разговаривать. Остальное время вот просто я не могу, физически не могу. Вот естественно, сейчас мне зададут вопросы, у меня будут обратные вопросы, и чтобы не просто быть так, голословной или как сказать неэффективной, то вот давайте эти вопросы разбирать в перезонных отдельно. Вторник запишите вот мой номер, я прямо вот конфетки сброшу, я буду ждать ваших звонков, буду отвечать, буду помогать, и обязательно с вами это разговаривать, не откладывая, мы сделаем еще один семинар кровеносной системе, поверьте, вот это все вместе говорить на простом языке, мне это намного легче на врачебном было бы сейчас объяснить, мне это тоже нелегко обо всем сразу говорить, сейчас я начну о кровеносной системе, это у нас займет тоже время, а сегодня воскресенье, у нас знаете, вот почти святое в семье обязательно мы сейчас должны идти гулять, мне муж дал один час, чтобы я справилась, потому что мы делаем по воскресеньям большой круг прогулки, где-то километров пять и мы обязательно делаем вот этот круг вместе, вот, и что я вам тоже сейчас советую сделать, обязательно выходите с любимыми на прогулки и просто больше двигайтесь, это поможет, но самое главное не паниковать, ничего страшного нету, если мы будем с пониманием относиться ко всему, что нельзя извини, пожалуйста, извини, пожалуйста, посмотри, заданы конкретные вопросы, не то, что там как бы по болезням, по болезням я отклонила, значит, Надя, Шемулюкин, она задала такой вопрос, но она, я думаю, услышала тебя, и она обратится, но люди спрашивают, мы хотели бы конкретно услышать наш продукт и коронавирус, уже даже я сейчас могу на основе того, что сказала Салихат, повторить то, что нужно сделать в относительно, то есть не существует никакого специального продукта против коронавируса, естественно, есть продукт, который, который, есть у нас продукт, который стимулирует иммунную систему, да, вот это сейчас важно, чтобы организм сам боролся, а для этого мы должны вот эти все, ну, чтобы кровоснабжение было нормальным, кровоснабжение, то есть только кровь доставляет органу это, это питание, которое вырабатывает орган, значит, он что-то, он делает же в организме, да, например, для иммунной системы, нужно какое-то питание, вот это питание этой иммунной системе, чтобы она выработала вот эти лимфоциты нужно, чтобы кровь донесла это питание. Это же есть клетки, вот я же говорю, это вот эти лимфоузлы, чтобы кровь донесла это питание к этим клеткам. Вот это важно. Тогда у нас... Салиха, давай еще скажем тогда. Давай. Все раз, какие продукты люди говорят. Конкретно скажите, сколько драже поскольку принимать сейчас во время эпидемии? Вот я вам сейчас скажу. Официально и очень это... Значит, утром, когда вы встали, обязательно, вы поймите, что я хочу подчеркнуть. Я хочу сейчас, чтобы вы поняли, что мы должны организму помочь не только питанием. Значит, и пить, и воду, и очищать организм. Правильно. Вот это все взаимосвязано. Я же не зря сказала, что у продукта, три функции. У продукта ЭЭПЛ, три функции. Это клеточное питание, дезинтоксикация и коррекция иммунной системы. Значит, чтобы это все, вот эти три функции, организм этот продукт выполнял, значит, нужно все это соблюдать. Значит, пить воду. То есть, утром, вы понимаете, лимфатическая система, вот не зря я с нее начала. Когда мы спим, она же не работает, потому что там нету, как ты спишь или не спишь, все 24 часа, сутки кровь у нас движется, потому что работает сердце, этот насос. А когда мы спим, это все, лимфосистема, она как бы отдыхает тоже. И вот, когда мы встали, обязательно нужно выпить воду. Но воду пить обязательно в температуре тела утром. То есть, 36,7 температура тела, да? Значит, вот до 40 градусов. Не обязательно 36,7 должна быть, но до 40 градусов она должна быть. Есть специальные чайники, которые подогревают 40 градусов. Я, например, у меня специально, я утром встаю, автоматически ставлю в кастрюлю, засекаю ровно минуту и выключаю. И вот я уже измерила, я знаю, что на моем мне он греет где-то около 40 градусов. Вот так нагреваю. Вот эту воду нужно выпить, но обязательно, не комнатной температуры, а температуры тела. Температура тела обязательно. Тогда она сразу у тебя, у вас идет в кровь, попадает она в кровь, она не должна идти по сосудам, согреваться и все. И, естественно, сразу выходит вот это межклеточное пространство и, естественно, вот эта лимфа, она, как бы стали в вертикальное положение должна начать работать. И поэтому вот эта вода ей помогает. Вот именно утром пить воду натощак, это очень важно. Потом, значит, сразу мы принимаем Альт, Мельс, можно по одной, девочки, не обязательно, это если нету, вот по одной. Альт, Мельс, я бы приняла сразу стоп. Вот эти три таблетки стоп обязательно. Стоп очень нужен для иммунной системы. Вот. Потом, значит, если это вот так, три вы только это можете, потом покушать и выпить ХПР, НОР, ГРОЙ, ЖТС, это или вот как вам удобно. Вот эти семь, я выделила, семь продуктов, которые нужно пить обязательно утром, первая половина дня. А там уже, вот мы будем разбирать другие системы. Вот я вам скажу, какой, какой больше акцент нужно делать на какой продукт. А вот именно в лимфосистеме и в очищении, в доставке этих продуктов в органу, то есть, чтобы кровь циркулировала хорошо, нам важно, нужно обязательно стоп принимать утром. Это очень важно, потому что вот это капиллярное кровоснабжение усиливается при приеме стоп. Поэтому и отмечено, отмечено, что усвоение любого продукта идет намного лучше, если он употребляется ну, сузамами, стоп, если он идет вместе, если мы принимаем его со стопом, любой продукт, потому что усиливается капиллярное кровообсоржение, а мы, это же все питание, которое мы дали, это же все в крови, значит, эта кровь должна отдать это все туда, куда надо, вот, а это помогает стоп. Вот. Понятно, значит, Аль, Мельс будет усиливать эту, если утром принимать лимфооток, будет улучшаться, потому что там содержится, я еще хорошо, правда, не посмотрела, но вот эти продукты, артишок, этот, колодка, они помогают лимфостаз убирать, понимаете, вот когда у человека застой лимфы, то мы употребляем именно, если бы даже это не было бы, для чистки лимфы мы употребляем вот эти продукты, а тут у нас они сразу, значит, поступают, есть продукты в этом Мельсе, в ХПР, поэтому их надо тоже принимать с утра. Хорошо, но я думаю, что настолько разложено все по основным полочкам, и я надеюсь, что все-все слушатели тоже это поняли, потому что даже я уже сто раз слышала про лимфу, и все вроде понятно было, но сейчас Салиха так это снова показала, как это функционирует, что-то, по-моему, все понимают, теперь что значит из этого делать, вот вам вывод, и смотрите, вот такой есть вопрос, я не знаю, кто это, ха-ха, человек написал так, все и ничего, вроде как бы рассказала все и ничего конкретного, извините меня, а вы ожидаете какую-то дубину, сейчас вам скажут, берите вот эту дубину, бейте по башке вирусу, и все потом получится, ничего подобного, вот это как раз и есть ответ на вопрос, укрепляем свой иммунитет вот таким образом. Девочки, если вы взяли, я вам опять говорю, миссию, это очень важная миссия, вы пришли в эту компанию, говорите людям о здоровье, вы говорите о здоровье все равно, да, вы должны понимать, как работает организм, что организм, он должен, мы дали питание организму, да, и он должен, мы этим помогли, но вы должны понимать, как это работает, без движения, без того, что вы будете пить воду, ничего не будет, сколько бы вы эти дрожжи не кушали, не будет ничего, поэтому нужно обязательно понять это и объяснять это, вот я много слушаю людей, вот это принимаю, то принимаю, а эффекта нету, а потом выясняется, что у него лишний вес, что воду вообще не пьет, что массаж не делает, что не двигается, это не пойдет так, вот я же вам объяснила, это как в доме, здесь должно быть все согласовано, как бы сказать, хотите, расскажу, чтобы вас это как-то более лучше вы поняли, и дошло до вас, осталось как-то в этой картинке, такой этот, притчу, можно, Люба? Алло, Люба? Да-да-да, да-да-да, притча такая есть, вот это точно относится к нашему организму, был это, у одной родителей был сын, и этот сын, когда вы, ну, это они были очень счастливы, сын вырос очень хорошим, и, в общем, они его женили, и были очень счастливы, у них всегда в доме, как-то они чувствовали, что хорошо все, и потом, когда сыграли свадьбу, легли спать, и утром этот старик увидел, что из дома уходят следы, и он, значит, заинтересовался, интересно, кто же ушел из дома в такую рань? Посмотрел, жена спит, дети спят, и пошел по этим следам узнать, кто же ушел из дома, все равно ясные следы по снегу уходят из дома, и где-то на опушке они потерялись, и он крикнул, кто же ушел из нашего дома, почему следы есть, а мы человека, ну, его не видели, ему эхо ответило, это счастье было в вашем доме и ушло от вас, и этот старик заплакал, а почему же ушло, как же мы будем без вас жить теперь, так хорошо было, все счастливы были, а теперь что будет? и счастье ему ответила, а теперь у вас все хорошо, вы, короче, все нормально, я у вас долго жила, но я теперь исполню ваше одно желание, если вы меня попросите о чем-нибудь, я обязательно это исполню, и старик задумался и не узнал, что ему попросить, и он говорит, я бы хотел бы со своей семьей посоветоваться, и он пришел домой и говорит, вот так и вот так, мне счастье ответило, и сказал, что может попросить, что я хочу, и сын говорит, о, отец, если можно попросить, давай лошадь попросим, мать говорит, давай корову попросим, он сам думает другое, и он обратился к снохе своей, которая тихо сидела, и он говорит, доченька, а ты бы что хотел? И эта сноха посмотрела на него и говорит, папа, попроси согласия в нашем доме, чтобы было согласие, и он пришел на эту опушку и говорит, вы знаете, мы так и так думали, но мы решили, если будет хотя бы согласие, счастье уходит, а хотя бы согласие осталось бы у нас в этом доме, и тогда счастье застонало и говорит, тогда мне придется вернуться в ваш дом, где есть согласие, там счастье обязательно должно быть, поэтому не бывает, в общем, смысл в том, что счастье не бывает без согласия, понимаете, какой бы шикарный дом не был у вас, если нету в этом доме согласия, он не будет, и счастлив не будет, и уютным не будет, и точно так же в организме, все должно быть взаимосвязано, должно быть в согласии, и должна каждая система помогать другой, и вот тогда будет организм здоров, вот это вы должны понять, конкретных таких рецептов никто не даст, ни по лекарству, вот врачу уделяется 15 минут на осмотр больного, он видит симптомы, симптомы, он знает, что вот если там гной, надо выписать лекарство против, чтобы не было этого, чтобы остановить это, но это не лечение причины болезни, понимаете, а причина болезни глубже, вот именно вне согласии этих систем, когда нету согласия вот этих всех систем у нас в организме, то я вам уже сказала, нарушается среда, а если нарушается вот эта среда, которая должна быть в организме, отсюда возникают и заболевания. Замечательно, просто замечательно, Салихат, бурные аплодисменты. Девочки, в общем, давайте тогда конкретно будем разбираться, звоните, я вам сказала, с удовольствием, отвечу конкретно, отвечу более расширенно, звоните, только по вторникам с 8 до 10, просто кто меня знает, они знают, что времени у меня свободного вообще нету, но это время я уделю, обязательно, обещаю. Салихат, это улучшение, однозначно, это ты поработаешь на свою карму. Смотри, еще один вопрос, люди спрашивают, а вечером тогда мейлс брать, потому что мы берем вообще-то... Обязательно мейлс, обязательно мейлс. Он же, смотрите, он вечером, когда, я же объяснила, что у этого организма есть законы. Каждому свое время, свое время, каждому свое, или все, или ничего. Вот каждому свое время, это мейлс и хпр вечером тоже. Вот понимаете, печень начинает работать тоже ночью. И обязательно, чтобы помочь печени, вы берете хпр вечером, а чтобы парализовать этих паразитов, вы берете обязательно, когда они начинают работать вечером, обязательно, чем позже, тем лучше. А утром мы берем это, хпр и мейлс, для того, чтобы помочь иммунной системе очистить наш организм. Понимаете, это убил мейлс, парализовал этого паразита, но его же нужно убрать из организма, нужно помочь не только убить, как сказать, это все равно, этот паразит, или этот вирус, это все находится не в межклеточном пространстве, вот где-то, вот где протекают эти все сосуды, вот где-то это там лежит. А лимфа, она очень благородную функцию выполняет, она эту всю грязь собирает, и как-то выводит, очищает это все. И мы должны ей помочь. И поэтому нужно это принимать хпр и мейлс обязательно утром, чтобы помочь лимфосистеме, иммунной системе, это поможет. А вечером вы поможете конкретно печени и конкретно против паразитов ночью, если примете. Замечательно. Обязательно и утром, и вечером. Вечером, чем позже, тем лучше. Вот эти два препарата. Действие будет эффективным. Спасибо. Огромное спасибо. Просто, просто... Люб, с удовольствием. Большие аплодисменты, переходящие в овацию. Девочки, вам спасибо. Олег, большое спасибо вам. Благодарим вас. Большое спасибо. Звоните, звоните. Все стало хорошо. Спасибо, Ольга. Спасибо. Спасибо. Девочки, вам спасибо. Благодарю огромное спасибо. Благодарю огромное спасибо. Это правда. До меня вот первый раз дошло, почему все-таки надо много пить. Вот только дошло. Хотя я знаю, сто раз уже слышала, что пить надо, пить надо, пить нам надо. И даже сопротивляюсь, думаю, ну чего пить, если не хочется пить? Не правда, это не правда. Сейчас я поняла, почему. Огромное спасибо. Я очень рада, Люба, что ты поняла. Это надо понять каждому. И не только себе пить, а именно объяснять, что это важно. Да, вот так. Потому что люди... На сейчас тоже закиньте, пожалуйста, видео, у кого есть, кто снимал это все. Хорошо. Хорошо.